Танкист, на Vodkit.ru всего за 149 рублей ты можешь получить танк, кучу золота и другие призы. Vodkit.ru. Каждая шестая игра бесплатна. Ребята, стартует золотая дыхаратка Маракаси. Теперь вы можете выиграть голду в каждом видео. Внимание, в каждом видео. Для этого всего лишь нужно поставить лайк, вот как сейчас я это делаю. Нужно подписаться на канал и нажать колокольчик, а также досмотреть это видео. И напишите, пожалуйста, в комментариях свой игровой ник или лучше даже ID ВКонтакте. Ну то есть ссылку на ваш профиль ВКонтакте. На этом все, ребята, участвуйте. Здравствуйте, друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам отличный бой на Маусе, на карте Эль Халуф. Этот тяжелый танк, это настоящая мощь. И Маус является одним из тех танков, который реально может круто танковать. Он может переть на пролом и ломать всем хребты. Это действительно так. Но при этом танк, конечно, уязвим для голдовых снарядов, для арты тоже. Ну хотя она ему не очень много урона наносит, но все-таки из-за того, что он медленный, он постоянно может ему там накидывать и не мазать. Но в данном бою арты нету. И не так много голдострелов. И намечается настоящее пиршество для Мауса. И если вы любите танковать, то Маус, я думаю, должен у вас присутствовать в ангаре. Я вот, например, люблю танковать, у меня его нету. Это да, это честно скажу. Но я очень хочу прокачать Мауса, но путь его прокачки не такой уж и простой. К тому же я ветки прокачиваю очень долго. Вначале Маус никуда не торопится. Решает он отстреляться по 44-ке и забирает ее. Потом он пытается выцелить Е50, противник тут долго подставляется и, возможно, получается по нему попасть. Но не факт. Также 54-ка тут вытворяет какую-то хренотень, ее быстро уничтожает. Маус даже особо и не спешит никуда. Как говорится, кто понял жизнь, тот никуда не спешит. Итак, Маус продвигается вперед и, конечно, на Маусе нельзя стоять. Конечно, в начале игрок отстрелялся, там это ладно. Но когда уже не по кому там стрелять, нужно идти вперед и пробовать как можно больше урона вытанковывать и постоянно обстреливать противников. Особенно в топе Маус должен максимально быть агрессивным, наглым и напористым. Ну, естественно, Маус восьмерки, они с большим трудом пробивают. Конечно, они могут там на голду перейти, но им действительно сложно пробивать Мауса. Особенно танкам со слабым пробитиям вообще делать нечего. Они просто Маус практически не пробивают. В девятке пробивают Маус неплохо, но зависит от скилла игрока еще, от того, используя ли он голду. Вообще, Маус это такой вот танк, который сейчас под новые реалии сделан. То есть, это не тот Маус, что был раньше. Мальчик для битья. Броню Маусу подняли до такой степени, чтобы он мог хотя бы более-менее танковать голду. Не всегда, конечно, но довольно часто, если грамотно танковать на Маусе, там, отворачивать башню, ставить ромб большой, то Маусу даже на голде не так просто пробить. Итак, наш герой решает развернуться и разобраться вот с этими противниками. Тут у нас Е-75. Ну, для Мауса это, в принципе, не проблема раздавить девятку. Пока что игрок не потерял ни единицы прочности. Вот так он действует очень смело. Ну, а как еще иначе, в топе это кайф играть на Маусе. Итак, Е-75 тут что-то долго выцеливает, но так и не смог он достойного сопротивления оказать. Его быстро уничтожают. Но не стоит, ребят, думать, что весь бой для Мауса будет простым. Хотя, конечно, пока что все развивается по очень интересному, приятному сценарию для нашего Маусенка. Итак, наш герой тут попадает под небольшой обстрел противников, но толком ХП не теряет и продолжает действовать очень даже смело в этом бою. Ну, тут, как вы можете видеть, вражеская команда все-таки выигрывает по количеству ХП, да и по танкам тоже. Враги, одушевленные данной ситуацией, идут вперед и думают, что смогут разобрать Мауса. Давайте же посмотрим, получится ли у них это. Пока что их попытки просто смешны. Пантера вторая стреляет, не наносит вообще никакого урона. Тут высунулся Епись, сразу же получила полевуху от Мауса и отправился в ангар горевать. И наш герой понимает, что сейчас наибольшая опасность будет, если противники его со всех сторон обойдут. Маус, в принципе, он хорошо бронирован со всех сторон, у него отличное круговое бронирование, но, естественно, корма у него бронирована гораздо слабее. Это очевидные вещи, но не все даже вот такого понимают. И Маус это понимает, и, конечно, главное, что сейчас нужно сделать, это занять такую позицию, чтобы противникам было сложнее зайти в корму или вообще невозможно было бы это сделать. То есть где-то там прижаться в угол, но тогда у врагов будет шанс захватить базу, но не всегда враги этим пользуются. Тут наш Маусенок давит конкверера, противник не пробивает, возможно, он стоковый, хотя я не уверен, да, урона он мало наносит, похоже, сток. Пушка такая тонкая, какая-то скорострельная. Игрок расправляется с ним без проблем. Пантера-2 приезжает, пробивает в борт, интересно, что хватает у него пробития, и еще, видимо, угол выгодный был для пробития. Получается уничтожить без проблем ТВП. Пантера опять пытается, но ее попытка крайне неудачная. Маус успевает развернуться, но подставляет Пантере борт, и Пантера ломает Маусу боеукладку и наносит урон. Ну, к сожалению, в данном случае получилось не очень-то и удачно. БК сломана, хотя ремка должна уже скоро все-таки снова появиться. И осталось 4 противника. Грилл-15, Батчат, АТ-15 и БАД-12 тонн. Короче, враги, ну, не сказать, что для Мауса простые. БАД может прижаться к борту и разобрать Мауса без проблем. Грилл, он, сами понимаете, обладает очень крутым бронепробитием. ЛТ-шка может отвлекать Мауса, а АТ-15, ой, то есть не 15, а просто АТ-15, может, в принципе, и пробивать Мауса. Ну, по крайней мере, ХП у этой ПТ-шки много. Если что, она может, так скажем, впитывать в себя урон, а Грилл какой-нибудь будет этим пользоваться. Появляется Грилл, не пробивает нашего героя. Игрок пробивает, конечно же, противника картонного. И неужели Грилл снова подставится? Ну, он совершает, в общем-то, небольшие телодвижения. Маус не попадает, к сожалению. Грилл высовывается и пробивает на 796. Еще и Светляк высовывается, но он фиг с ним, он не пробивает. А вот Батчат весьма опасен, и он сейчас приближается стремительно к Маусу и пытается пробить в борт. И у него это получается. Грилл не пробивает, наш герой дает плюху Батчату. Батчат два раза нанес урон, он сейчас не пробил. Маус начинает неистово танковать. Еще один выстрел от Батчата танкует, дает плюху Батчата. Батчат не пробивает, у него похода КД барабана. Стреляют другие мелкие враги. Батчат 12 тонн, а также АТ-15, но они пока что не пробивают. В принципе, Мауса в такой ситуации пробить сложнее. Опаснее всего тут сейчас Грилл. Ну и будет плохо, если вдруг успеет перезарядиться Батчат 25 тонн 10 уровня. Ну и игрок успевает довернуть башню свою и забирает Батчата. Тут уже пошли в ход фугасы от Батчата 12 тонн. Грилл в очередной раз не пробивает. Я вообще удивлен, как он так не пробивает. И почему он не воспользовался ситуацией и не подъехал ближе. И также удивляет, что Грилл не стреляет Голдой. И Голдой он, конечно, бы Мауса прошил нефиг делать. Маус прячется от Грилля. Пытается кого-нибудь из врагов забрать, но нервничает и попадает в гору. Вместо того, чтобы уничтожить ЛТшку. Грилл выехал, непонятно куда выстрелил. В орудие что-то попал. И игрок его уничтожил. Осталось расправиться с двумя врагами. Тут уже явно какая-то нервозность в действиях игрока. Но он все-таки не супер-пупер там статист. Желтая статистика у него в Н8. Но он действует в этом бою весьма неплохо. Но вот сейчас слишком долго он как-то выцеливал АТ-15. В итоге промазал. АТ-15 по КД просто стреляет бронебойными серия. Тут непробитий огромное, нереальное количество урона. Игрок уже вытанковал и продолжает вытанковывать. Тут стоит отметить, что если бы у игрока было включено ЛБЗ на танкование. Например, на Т-55А ЛБЗ номер 12. Вот тогда бы он ее изи уже выполнил. Хотя кто знает, может быть она у него и была включена. Но в данном моменте, конечно, игрок немножечко, так скажем, растерялся. АТ-15 слишком смело прет на пролом. И как-то, так скажем, действует наголо. То есть, так боковать на Мауса это что-то нереальное. Вот сейчас еще не везет, не получается пробить АТ-15. Нельзя сближаться с этой ПТ-шкой, потому что она все-таки с близкой дистанции. Это может и в НЛД выцелить. Игрок дает ей плюху. Подъезжает ЛТ-шка. В теории, может быть, она и может пробить голдой там в борт. Поджимается она. И заходит в корму Маусу. Но игрок ее тараном вминает в красную линию и уничтожает. Дает плюху АТ-15. И вот небольшая ошибочка в конце. Игрок проехал вперед. Видимо, подставил НЛД. Еще и не довернул совершенно. И в итоге слив. 11 780 урона он смог нанести. 9 танков он уничтожил. И феноменальную цифру по вытанкованному урону. Сделал 15 900. И на этом все, ребята. Спасибо за просмотр. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Не забудьте поставить лайк. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok